На Колгуеве, что в Нининском округе, встречали необычный рейс. На борту вертолета очень важные пассажиры. 14 оленей уникальной нининской породы. При этом все самцы прилетели на остров, преодолев Баренцево море, чтобы остаться там навсегда. Такой подарок при кочевникам сделали в честь Дня оленя. Животным предстоит восстанавливать стадо после массового падежа. За два года на Колгуеве от голода погибли несколько тысяч голов. Специалистов сейчас тревожит только одно, приживутся ли самцы в незнакомой им тундре. Кадры уникальной спецоперации в следующем репортаже. Минимум багажа и максимум свободного пространства. Салон «Не-8» специально оставили практически пустым. Эти места забронировали для важных персон. 14 оленей, каждый внушительных размеров. Они терпеливо ждут своего отправления. Вальяжным красавцам навсегда предстоит поменять место жительства. Из семейно-родовой общины Варк оленей перевезут на остров Колгуев. Сотни километров. Полет займет почти час, поэтому все это время за состоянием животных будет пристально наблюдать ветеринар. Так-то нормально нужно перенести все. Надеюсь, все обойдет. Далее немножко. 14 голов. Ребята, дружно. Взялись. Сам полет напоминает целую спецоперацию. Ведь последний раз в Ненинском округе олени поднимали воздух примерно 30 лет назад. Тогда наблюдался обратный процесс. Животных забирали с Колгуева и доставляли на так называемую большую землю. Сегодня все наоборот. 14 оленям уникальной ненинской породы на острове Колгуев предстоит восстанавливать стадо после массового падежа. За два года на острове Колгуев от голода погибли около 7 тысяч оленей. Выжил лишь небольшой процент. Около 200 голов. Среди них ни одного самца. Поэтому данный проект по перевозке животных для оленеводов Колгуева региона в целом крайне важен. Эти кадры были сделаны в марте 2013 года. Истощенные от голода оленей буквально падали друг на друга. По мнению специалистов, к массовому падежу тогда привело отсутствие корма на обледневших пастбищах. Но существует и вторая версия. Последние 7 лет на Колгуеве наблюдается бесконтрольный рост поголовья. В 2014 году на острове насчитали 8 тысяч оленей. Тогда как допустимая отчисленность всего 5 тысяч голов. Животным попросту не хватало корма. В основном все хоры погибли. И все. Сейчас остались одни важенки. И все. СПК развалился. И все. Сельскохозяйственный кооператив Колгуев, который долгое время считался крупнейшим в Ненецком округе, формально уже распустили. А большинство оленеводов, которые потеряли работу, ушли в недавно созданное на острове крестьянско-фермерское хозяйство. Ему же и передали выживших оленей. Пополнение поголовья теперь это реальный шанс возродить былую мощь всего Колгуева. Ноги не холодные, Миша? Нормально пока, да. Сейчас будем смотреть остальных. Слегка напуганные, они с осторожностью оглядываются по сторонам. И кажется, что даже 60 минут полета на состоянии оленей никак не отразились. Олени пометим, чтобы их можно было отличать. Все, отпускаем. Ну давай. На акклиматизацию. Первый пошел, вот второй пошел. Этот сейчас тоже уйдет. Животные сделали круг почета и скрылись от глаз журналистов. Оленям дали несколько дней на адаптацию к новым условиям и суровому колгуевскому климату. Затем самцов переведут в общая стада. Уже там от них ждут того, для чего, собственно, привезли оленей. Главное, конечно, пережить им это зимний-весенний период. Самый основной, самый тяжелый для оленей. Если они их переживут, скажем, к маю, к середине мая следующего года, мы уже точно будем знать, сколько, какой процент выжил. И если они переживут, скажем, 90-95 процентов их выживет, то это отличный результат, считаю, будет. Уникальный проект по перебросу животных с материка на остров – это подарок кочевникам колгуева от администрации Ненецкого округа. Ведь повод весомый. Жители тундры празднуют День оленя. По прогнозам специалистов, если данный эксперимент признают успешным, то многотысячная стада на колгуеве получится восстановить в течение всего нескольких лет.